Паша, какого цвета девушки тебе нравится? Главное, что не синие. Причем в обоих смыслах. Ладно, всем привет, дорогие друзья. Это игромания утром и мы знаем, что Павел любит несивых. Хотя если вы азари, то я в принципе не против. Тогда я не понимаю, ну то есть только один смысл остался. Два смысла. Мертвые и синие. Мертвые и убитые. Не, мертвые и убитые от синего. Вот так. Но если азари, то... Окей. С вами Артавр Смуродян и Павел Болоцкий. И мы сейчас вам расскажем все. Вот так вот. Взрываем покровы. Все, что мы накопили за эти... Да. Все, что накопило мир за это время. Сразу к делу, я думаю. Да, давай. А, нет, напомним, что у нас на сайте сейчас проходят розыгрыши совместно с Microsoft. И вы можете выиграть всякие планшеты там, что-то еще, куча всего разного. И все время новые конкурсы. В общем, это все будет длиться целый месяц. Заходите и участвуйте. Мы же для вас делаем. Вот. Основной блок. Продажи Overwatch превысили 10 копий. Превысили наши ожидания. Превысили... Нет, нормас. Все, как я и думал. 10 миллионов копий. Компания Blizzard Entertainment сообщила, что онлайновые шутеры Overwatch купили 10 миллионов раз. Наверное... Раз-раз 10 миллионов раз. Да. Наверное, это 10 миллионов роботов. Наверное. Напомним, что релиз состоялся всего три недели назад. Отличные показатели. Компанию можно поздравить. Ну, кто бы сомневался, что Blizzard сделает хорошую игру. Разработчики также рассказали о новом апдейте. Прежде всего, как и обещалось, команда скорректировала баланс. У героя МакКри снизили урон от каждой пули и уменьшили время восстановления. Вот такие дела. Бедный МакКри. Хорошо, что я за него не играю. Еще был изменен... Ты про это, да? Да. Ага. Еще был изменен базовый урон Роковой Вдовы. Помимо этого, создатели исправили некоторые ошибки. С полным смиском изменений можно ознакомиться по ссылке. Которая не грузится. Паша перешел по ссылке. Не, грузится. У меня тоже вот начало грузиться. Так, что еще пишут? Ну, собственно, у Вдовы дэмэдж с 15 снизили до 12. Базовый урон. Да. Вот. Ну, в целом, надо в общем изучить. Улучшена стабильность где-то там. Ага. Теперь, нет. Теперь, если ты играешь за Вдову, должен дождаться полностью анимацию анскопинга, чтобы заскопиться заново. О-о-о, вот это фикс. Заскопься заново. Выйди и заскопься. Раскопься и заскопься заново. Вот. И, ну, собственно, у Маккри понизили урон пуль от 70 до 45. Что прекрасно. Потому что он достал. Уже реально просто бесит. Потому что... Как там у него в этой фразе время? Расплата? Час расплаты. Час расплаты, да. Ну, серьезно. Ты такой идешь, 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 там стреляешь в него. Он тебе кидает вот эту свою, ну, стан гранату. И убивает тебя моментально. За любого героя. И ты такой... Хватит? Серьезно, хватит? Это ненормально. Сейчас еще не час расплаты, еще обед пока. Еще обед, ты прав. Вот. Ну и там стабильность повысили и прочие всякие мелочи пофиксили. Можете перечитать. Что? Я хочу сказать, что я ожидал этого. Ну, да, скоро будут нерфы. Не, я про продажи. А, ага. А я про... Не, ну, то, что они будут фиксить баланс постоянно, в этом я... Ну, в этом никто не сомневался. Это очевидно. Онлайновая игра вышла. Фиксит баланс. Все нормально. Ведут нового персонажа, ну, начнут тоже что-то фиксить. Да. Все пофиксит. Так же, как и Battleborn пофиксит. Или нет. Toki Game и Gearbox Software сообщили о внедрении с завтрашнего дня микротранзакций в мобо-шутере Battleborn. В магазине будут продаваться исключительно украшательства. На геймплей такие товары никак не повлияют, но зато заставят противников и соратников по команде вам завидовать. Сомневаюсь. Товары будут обмениваться на платинум, внутреннюю валюту. Так же можно конвертировать реальные деньги в платинум, например, за 2 доллара можно купить 230 платинум. Самое большое, это за 50 долларов по цене почти игры можно купить 9300 платины. Вот. Такие дела. В общем, можно купить какие-то шмотки, видимо, в Battleborn. Помимо Battleborn можно купить еще и шмотки там. Такие дела. Ну, то есть, вы можете за реальные деньги купить виртуальную одежду для своего виртуального героя, но лучше купить новую футболку. Да, чтобы враги вам завидовали. Сомневаюсь, что враги. Скорее враги скажут, блин, вот идиот, он потратил 50 долларов на... Ух, какая гадость. Ты же видишь, что это Фил Спенсер? Да, я вижу поэтому, но выглядит довольно... Извините, да, я просто переключался между вкладками, ткнул в ВК, а там великолепная, великолепная картинка. Вот взял кадр Нормана Ридуса, где показывают его сверху, где он голый на четвереньках. И подрисовали под ним Фила Спенсера, и я как-то проиграл неожиданно. Неожиданный проигрыш. Да, очень неожиданно проиграл. Battleborn, микро транзакции, что тут поделаешь? А сколько продаж Battleborn? Без понятия. Но мне кажется, уже... Любимый сайт Захара, VG Charts. Да, люди уже начинают подзабывать про Battleborn на фоне Overwatch'а. Подзабывать? Да, они, мне кажется, ее особо не вспоминали. Не, но мне кажется, определенная часть продаж у них есть. Бесспорно, игру кто-то купил. На планете миллиарды людей. Вы в БК играли, там за сет брони просили около 5к долларов. БК? Бойцовский клуб! Ну, что бывает. Бойцовский клуб! Я просто сначала не понял, о чем речь. Нет, я не играл в Бойцовский клуб, но я слышал о нем. На VG Charts ничего нет про Overwatch, хотел просто проверить. Ну, мало ли. Удозрительно. Кажется, кто-то накручил счетчиков. Да-да-да, Blizzard накручивает. Там написано 0 на VG Charts. Ни одной копии и Overwatch'а не продано. Сейчас посмотрим Battleborn. Что ж ты так медленно крутишься, грузишься? О-о-о! В общем, VG Charts что-то не очень, я вам скажу. Он пишет, что Battleborn'а было продано 270 тысяч копий. Что, по-моему, ну, не соответствует правде. Вряд ли. Но я не знаю. 270 тысяч – это совсем мало. Но учитывая, что Overwatch вообще стоит 0, я думаю, что они что-то путают. Скорее всего. У них нет информации. Да. Давай так. На этом и договорились. Поехали дальше. Дедалик Entertainment анонсировал экшен State of Mind. Неожиданный экшен от Дедалик. Совместно с Мартином Гантефюром, автором квестов Overlocked и The Moment of Silence, анонсировали игру State of Mind. Действие приключенческого экшена развернется в антиутопическом Берлине 2048 года. Планета перенаселена и повсюду вспыхивают военные конфликты. Вдобавок государственный надзор, для которого применяют робототехнику и кибертехнологии. Не дает людям жить спокойно. Единственное, отдушна виртуальная реальность. Прямо как у нас с вами. Главный герой Ричард Нолан, журналист из Берлина, обнаруживает, что во время одной из загрузок в VR что-то пошло не так. И теперь он может существовать как в реальном, так и в виртуальном мире. State of Mind выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One в первом квартале следующего года. Вообще, во-первых, Дедалик всю жизнь делала квесты и пару раз сделала тактическую RPG. Вот, с чего это они вдруг... Ну, заходи, захотели, попробуй себя в экшене. Да, вдруг решили сделать экшен. Я, конечно, сейчас гляну, может, я что-то не знаю. Не, они что-то делали. В Дипоне регата делали. Да, да. В Дипоне они делали какие-то вещи. Ужасные. Да. Whispered World делали тоже. История грустного клоуна. Окей. Вот. Ну, круто. Они очень хорошо делают визуальную составляющую всегда у игр. Я имею в виду не в плане, что у них там типа супер навороченный движок или графон и так далее. Они делают очень стильно. Можете это и в Дипоне посмотреть, и в, не хочу перепутать, Blackguard, что ли называется, или как это их игра, на которой тактическая RPG, сейчас я вам скажу точно. Или я сошел с ума. Возможно, сошел, тут нет ничего такого. Талант серьезно? The Dark Eye нет. Они же делали. Я не в курсе. Я вот только Дипонию знаю, и все. Подожди, я что-то... Все, что я знаю об этих ребятах, это Дипония. Я, может быть, ошибся. Blackguard? Может быть, ты ошибся. Я, может быть, ошибся, да. Нет никаких Blackguardов. Их не существует. Ты выдумал их. Я выдумал игру. В общем, ладно, я выясню, завтра отвечу за свои слова перед зрителями. Потому что я был уверен, что это они делали. Может, я просто название неправильно помню. В общем, что я хочу сказать. У них очень красивый всегда визуальный стиль. Поэтому, в целом, я им доверяю. И они умеют обращаться с сюжетом. Потому что делали всю жизнь. И с руками со своими. С руками не уверен. Может быть, они любят трогать людей и себя. Но это не отменяет того, что они делают красиво и интересно. Да. Не знаю, что у них получится именно в экшен-составляющей. Но можно быть уверен в сюжете. Мы пока геймплея не было. Просто такой интригующий трейлер. Переходим дальше. Двигаемся дальше по теме VR. Razer всунула свои 500 копеек. Компания Razer и Sensix с основателями организации Open Source Virtual Reality OSVR показали вторую версию шлема виртуальной реальности HDK. Хакер Development Kit, который предназначен для разработчиков. Тара-тара-там. Гарнитура получила два дисплея типа OLED с общим разрешением 2160 на 1200 точек. И с частотой обновления 90 кадров в секунду. OSS. 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 VR XC2 поддерживает технологию IQE. Image Quality Enchaser. Которая снижает сеточный эффект, проявляющийся в виде тонких линий между пикселями. Для работы со шлемом компьютер должен соответствовать следующим минимальным требованиям. процессор Intel Core i5-4590, 8 гигабайт оперативной памяти и видеокарта GeForce GTX 970 или Radeon R9-280. Ну, такой, в общем, довольно топовый компьютер. Я хочу защитить свою честь. Ну? Википедия пьяна. Википедия пьяна. То есть они делали такие... Blackguards, да, две части, и я не знал, почему на Википедии не нашел. Вот. Не знаю. Все. Моя часть чиста. Представители ошиблись. Да. OS VR HDK2 поступит в продажу в июле по цене 400 долларов. Примерно, точнее, не примерно, а столько же, сколько стоит PlayStation VR, если что. Только, правда, по цене PlayStation не купить компьютер. По цене PlayStation можно разве что GTX 970. По цене PlayStation можно PlayStation купить. Ну, да. Тан-тан-тан. Чем Oculus... Заметно дешевле, чем Oculus Rift и HTC Vive, которые стоят, по-моему, по 700 долларов, если я не ошибаюсь. Предыдущая модель HDK будет стоить 299 долларов. Короче, 300 и 400 долларов. Но непонятно зачем, потому что пока эта штука, как они говорят... Ну, как, подожди. Для разработчиков. Для разработчиков. Ну, это же не мешает обычным людям покупать. Не, можно купить, но если... Играть-то можно. Кто-то это добритит. Что делать, если... Сколько будет... Тут, на самом деле, не важно, сколько стоит кит для разработчиков. То есть, любой может купить себе, в данном случае, кит вот этот. Кит. Купить кит себе можно. Потому что, ну, сейчас же, ну, начнут игры сыпаться в VR, и их начнут сразу это, типа, оп-оп-оп, выпустили патчик, и у тебя работает на этих очках. Другой патчик на других, да, и на китах, и на дельфинах. И даже будет работать на микроволновке. То есть, можно засунуть голову внутрь, и она что-то будет показывать. Нет, не веришь? Поверь. Боюсь, это будет последнее, что ты увидишь. Это будет последнее, что увидишь, если ты сумеешь закрыть за собой дверь, когда будешь входить в микроволновку, и включить ее еще. Закрой за собой дверь. Я ухожу. Я ухожу в VR. Я ухожу в VR. Жить в микроволновку. Что, на самом деле, хорошо, там всегда еда и тепло. Или, как минимум, объедки. Да, или, ну, если у вас там... Брызги еды на стенках. Гречка с мясом, мясо стреляло. Блин, перестань жрать охота. Отлично, окей. Так что всегда есть, что поесть в микроволновке. Появились подробности о психонавтах. Психонавтс in the rhombus of ruin. Мы продолжаем тему VR. Да. В игре психонавтс in the rhombus of ruin игроки смогут вселиться в белку. Yes! Индустрия идет вверх, можно вселяться в белку. Наконец-то. Ладно, студия Тима Шейфера, Double Fine Productions, подарившая нам замечательную платформер психонавты, которая психонавтс, на E3 2016 представил 10-минутный геймплей. Ролик психонавтс in the rhombus of ruin. Проект создается специально для PlayStation VR. Как-то Захар сейчас плачет. Да, да. А я счастлив. Игра расскажет о том, что происходило между событиями первой и второй части. Все начнется сразу после событий оригинала. Раз и компания... Раз это не типа раз, два, три, а раз это имя главного героя, если вы не в курсе. Раз и компания отправится спасать Трумана Занотта, главу психонавтов. Полный имя раза, раз Путин. В новом приключении... Да. Я все откуда, маршу крызу в машин. Та-ра-ра-та-та-та-та-та-та-та-та. В новом приключении главному герою помогут особые способности телекинез и умение вселяться в других созданий. Например, в белок. Авторы намерены выпустить психонавтс in the rhombus of ruin в этом году. И это прекрасно, потому что это не вторая часть под VR, а просто дополнительно еще одни психонавты. Что может быть хуже? Я смотрел геймплей, и весь геймплей проходит вот в этом коридорчике. Он сидит на стуле и разглядывает всех вокруг. Посмотри, как красиво. Ну, в целом, да. Глубина кадра. Смотри, там где-то вдалеке шевелится. Мне нравится, что он не вселяется никому в голову. Потому что это и есть белка. Мы уже в голове белки? Не знаю, возможно. Непонятно. Туалетную бумагу куда-то перемещает. А, дает кому-то туалетную бумагу. Еще дает туалетную бумагу. У меня как раз кончилось. Можно мне парочку? Да, через VR. Да. Что-то он нигде не... А, вот вроде где-то в конце вселяется. Нет, не вселяется? Вот, ну, я верю, как бы, на слово, скажем так, что можно вселиться. Что происходит между первой и второй? Это хороший мостик для людей, которые очень-очень любят вселенную и ждут вторую часть. Ты любишь вселенную? Ты любишь Тима Шейфера? Ну, я смотрел, как вы играете, в целом забавно, но мне кажется, сейчас это... Ну, сейчас старая игра не очень играбельная. Ну, не согласен с тобой. Ну, ну, прям... Ну, не знаю. С другой стороны, я переигрывал недавно Алису, и она тоже выглядит... Первая Алиса? Да. Ну, первая Алиса... То есть она, как бы, по... Внешне уже выглядит кривовато, то есть рубленные топором модельки, но в целом все безумие. Это даже прибавляет еще больше безумия процессу. Поэтому психонавты в том, что они довольно безумные, то, что они выглядят вот так вот немножко уже олиповатые и старческие, ну, имеется в виду, вот уже рублено, все равно придает им ашарма... Норм психонавты, в общем, не слушайте Павла, все покупайте психонавты. Да, кстати, вышел же ремейк на PlayStation 4. Но, правда, по программе с PS2, как я понимаю, то есть это не переделанный игрок. Ну, тогда, ну, не ремейк, соответственно, да. Ну, не ремейк, а просто вышел. Просто вышел, просто можно поиграть. Во что еще можно поиграть, но пока нельзя, это... Gran Turismo Sport. В рамках выставки E3 2016... Низя? Да, пока нельзя, но скоро можно будет. В рамках выставки E3 2016 студия Polyphony Digital представила 9-минутный ролик, посвященный игровому процессу Gran Turismo Sport. Тоже машина на одном месте стоит, ты просто головой крутишь, как психонавты. Ооо, трасса движется около... Да, это трасса, это и на самом деле машина стоит трассой, по трассе ездит. Трасса едет, мир крутится. Создатели показали гонки на SCAR, заезд по городской трассе, трек в пустыне и несколько гоночных машин. Задача GT Sport сблизить виртуальный автоспорт с реальным и популяризировать его. Не поженить их. Да. Серия давно к этому стремилась и пока нет оснований полагать, что в этот раз что-нибудь пойдет не так. Писал Федор Сивов, Сивов уже, почему я постоянно Сивов пытаюсь сказать. Причем ты правильно сказал сначала? Да, потом почему-то начинаю... Это паника. Да. Объясняет, чего стоит опасаться и ради чего стоит ждать новую часть Gran Turismo. Ну, в тексте у нас на сайте, заходите, читайте. Gran Turismo Sport выйдет 16 ноября на PlayStation 4. На следующей неделе Федя приедет к нам в гости, мы будем стримить и... Что мы будем стримить? Не скажу. Хорошо, секрет. Вот, я еще не придумал. Вот, и можно будет задавать ему вопросы как раз после E3 появилось много интересной информации. Например, будет Forza Horizon 3, можно поговорить про Gran Turismo Sport, собственно. Можно будет обсудить разные интересные штуки, еще связанные с гонками, например, Trials. Например, отсутствие других гонок, потому что пока заявлено из крупных проектов, по сути, Gran Turismo Sport и Forza Horizon 3. Ну, окей, есть еще VRC, но я не знаю, может быть, это непрофессионально, но я не рассматриваю VRC как такой полноценный AAA-тайтл. То есть это неплохое... Ну, он и не есть, он и не трапал, это не трапал. Да, он... Он не трапал! Он не трапал, не трапал. Не трапал! Не трапал, эй, проект. Не трапал, эй, проект. То есть это хорошая раллийная гонка, но она вот так прям супер не претендует. А, есть еще жив... Но Корца уже, по идее, где-то вышла, я так понимаю. А с этой Корца уже вышла, да. Да, поэтому ее тоже... Еще чуть ли не год назад, если не больше. Поэтому пока больше не во что гонять, вроде бы. Но мне вот не вспоминается так. Ну, а с этой Корца на консолях же? Ну, да. Я имею в виду вот из нового. То есть Need for Speed дали отдохнуть год, или нам дали отдохнуть от Need for Speed год, не знаю. И поэтому пока только два игрока. Новая игра Need for Speed год. Да. И там машины все такие едут и плачут. Да. И слушают готическую музыку. В новом трейлере Gravity Rush 2 все опять перевернулось с ног на голову. Серьезно. Мне кажется, у нас была уж такая новость. Нет. Не-не-не... Не про это, а про гравитацию. Не, про Gravity Rush, но типа год назад. Может быть. То есть чуть ли не с такой же формулировкой прямо про с ног на голову. Ведь игра аж про гравитацию. Надо же пошутить про гравитацию. На выставке E3 2016 компания Sony представила еще один трейлер Gravity Rush 2. В ролике главная героиня игры Кэт парит в воздухе. Чем она занималась и в первой части. Очень редко опускаясь на землю, вместе с напарницей Raven сражается против огромных роботов. Действие Gravity Rush 2. Насколько скучно звучит в тексте. И вот настолько же и в противоположность этому и намного интереснее... Играть в это. Играть в это намного интереснее, чем читать об этом. Действие Gravity Rush 2 стартует сразу после событий первой части. Главной героине предстоит столкнуться с неизвестной силой. Угрожающей самой вселенной. Кроме того, Кэт попытается вновь раскрыть тайну своего происхождения. Первый раз, видимо, не получилось. Gravity Rush 2 выйдет на PlayStation 4 в этом году. Ну, я вот не понимаю, у нее будет подружка Raven и... Как бы, confirmed кооператив или не confirmed. Я думаю, что нет. Ну, почему? Мне кажется, смотри, даже на картинке две. Ну, частенько она одна, понимаешь? Ну, там просто не видно второй. С другой стороны, я не могу сказать, что я сильно следил за Gravity Rush 2. И, знаешь, может быть, уже давно объявили, что там кооператив, а мы такие. Ну, я вот не слышал. Но, насколько я знаю, что... Я вот не слышал. Я тоже не могу припомнить такую информацию. Было бы прикольно, если бы добавили еще кооператив. Две летающие женщины. Мне кажется, это... Две безгравитационные женщины. Ну, а зачем тогда нам вписывают вторую прямо на картинке? То есть мы и за вторую сможем... Ну, типа, другалек твой. Другалек. Ну, обычно так не вписывают. Ну, не знаю. Ну, это японцы, и можно все. Я бы хотел двух женщин в этой игре. Двух этих женщин. Ты не одинок в этом мире. Я уверен, многие наши зрители тебя поддержат в этом желании. Но, к сожалению... Нам неизвестно. Науке неизвестно. Науке неизвестно, что вы получите от такого желания. Перейдем в то, что известно науке. И лучше бы мы об этом не знали. На выставке Е3 студии... Ну, лучше бы я об этом не знал. Происходит во вселенной Сенс Роу. Игроки возьмут на себя роли специальных агентов, которые пытаются сорвать планы злодейской организации L-E-G-I-O-N. Они же Легион. Как же скучно. Я смотрю видео сейчас. Да, именно. На выставке разработчики рассказали, что в игре будет 12 персонажей. Перед тем, как отправляться на выполнение миссии, предстоит собрать команду из трех героев. Во время боя между бойцами можно переключаться в любой момент. И это основная дичь, которая меня зацепила. Вы играете один. И вы можете во время боя переключаться между разными героями. То есть вы все равно один. То есть вы играете условно за солдата, захотели играть за танка. Вы переключаетесь, превращаетесь в танк и продолжаете играть один. Подожди, а как мультиплеер построим? Не понимаю, но то, что показывают в ролике. А то, что вам нужно собрать команду. То есть ты вначале примерно знаешь, как играть в какой-нибудь Hearthstone. Ты вначале собираешь карты. Вот несколько карт, которые ты будешь играть. Подожди, я думал это будет. Я тоже думал. Но получается, что вначале как они. Ты им много думал. Да, как они это показывают и рассказывают. Ты вначале выбираешь себе условных героев, условные карты. И потом просто ты можешь обращаться к этим картам во время боя. Но играешь ты один. То есть ты вот захотел за женщину, переключился на женщину. Женщина умеет, как я понимаю, довольно далеко прыгать. А вот танк там что-то ультует. Солдат. Вот что делает. Ну да, у танка походу есть. У меня аж зевота пробрала. Есть какой-то рейдж. Вот переключаешься на женщину, она какие-то кидает ульты во все. Насколько я хорошо отношусь к Сенс Роу вообще. Да, я фанат Сенс Роу, я люблю эту серию игры, но это что-то непонятное очень. То есть в целом это могло бы быть интересно, если бы это был реальный кооператив. То есть вот все эти солдаты, они были бы реальными игроками. Ну как, у меня все равно есть претензии к этой игре, к анимации, к движениям, к тому, как это вообще играться будет. Потому что пока что выглядит как поделка неопытных разработчиков. Ну серьезно. Ну то есть дизайн уровней вообще супер убогий. Ну то есть он... Стильненько довольно. Довольно стильненько. Стильненько. Я просто другое сейчас смотрю, и оно как-то так выглядит. Ну смотри, он на крышу полез. Ну что ты, ну вот и все, понимаешь, там дальше ничего не будет. В общем, меня смущает исключительно просто... Ну все, в игре есть лук, мне нравится. В игре есть лук. Да не, на самом деле все равно не нравится. Мне не нравится то, что мы играем одним за нескольких персонажей, а не то, что с нами бегает целая команда таких же ребят. Ну то есть я хочу играть в кооперативе в такие же игры. Я в целом, но как бы не понимаю зачем. Да, вот. В общем, пока нам непонятно. Вот, если это показано исключительно сингл... То есть возможно, что это показано исключительно сингл, то есть без кооператива. И в сингле ты будешь играть так. Но в кооперативе у тебя будут еще ребята, хотя они сказали, что компанию вроде бы нельзя будет проходить в кооперативе. Мне об этом вроде бы заявляли в самом начале. В общем, что-то непонятное творится с этой игрой, пока вот все, что мы увидели, нас не очень впечатляет. И вот. Такие вот дела. До свидания, компания Evolution. Было приятно пообщаться. Происходит с этой игрой. Царская подводка. В новом трейлере Final Fantasy XV показали режим ожидания. ОК, ЖДУ. И скринсейвер такой, там, Чокова бегает. Компания... Все именами любимая. Я даже не знаю, как уже... Просто скучно представлять Square Enix уже просто как Square Enix. Да, вы, наверное, даже не знаете, но раньше не существовало такой компании. Существовала компания Square и компания Enix. Вот это поворот, да? Неожиданно. Представляешь, сейчас люди такие, не может быть. Да вы игрете. Да. Представил новый трейлер ролевой игры Final Fantasy XV в ролике. Создатели показали режим ожидания. Тактическую паузу, позволяющую игрокам во время битвы остановить время и решить, что делать дальше. Кроме того, с помощью режима ожидания можно создать указания... Ой, вернее, создать. Ну, по сути, да, создать. Раздать указания персонажам, выбрать цель для атаки и активировать способности героев. Авторы Final Fantasy XV считают, что возможность остановить время в бою сделает игру легче для новичков. А тот, кто считает себя опытным игроком, сможет попросту отключить режим ожидания в меню. А можно и не нажимать просто на паузу. Зачем в меню отключать? Final Fantasy XV выйдет 30 сентября на PlayStation 4 и Xbox One. Вот. Ну, как-то так. Ну, тактическая пауза. Тактическая пауза. Тактической паузе трейлер посвящать. Ну, видимо, было много вопросов. И я говорю, ой, что это они сделали? А где тактическая пауза моя? Я же это, ну, это же Final Fantasy же. Там же пошаговая, почему не пошаговая? Нет, там не совсем так. Там Active Time Battle всегда. Это вопрос не в пошаговости, вопрос в том, что, ну, по сути, это, ну, довольно новая фишка для серии. Ну, то есть, раньше не было, насколько я могу сейчас вспомнить, я могу, конечно, ошибиться, все-таки Final Fantasy на планете 14 штук, плюс там всякие ответвления. Но, по-моему, прям такой паузы тактической, я не помню, что было. То есть, когда ты можешь остановиться, именно все зависит. Ну, то есть, с другой стороны, и боевой системы такой не было. Раньше, ну, как бы, немножко все по-другому было. Все по-другому было. Ну, вот, в общем, в экшен-систему добавили, Пау, это типа Dragon Ridge. Ну, но, знаешь, раньше, возможно, это, собственно, вариация на тему того, что было раньше. Например, в одной из вариаций системы боевой Final Fantasy можно было... То есть, у тебя есть там три персонажа, и у врага есть три персонажа, и у тебя время останавливается в тот момент, и у всех есть своя скорость, ну, когда он походит. И время можно было в настройках поставить, чтобы время останавливалось в момент, когда приходит очередь твоего бойца атаковать. А если, например, не стоит, то ты должен просто на лету все делать. Вот, возможно, это вариация на эту тему просто. Все уже заждались Final Fantasy... Ватса, вот, видно. Больше... А, Ватса, да. Больше говорить не хочу о ней ничего. Только одно. 30-е сентября. 30-е сентября. Снова 30-е сентября. Да, а вот что не про 30-е сентября, это про Dead Rising 4. Как передает портал VGA 24 на 7, на официальной страничке зомби-экшена Dead Rising 4 в Xbox Store появилась дата выхода игры 6 декабря. Не 30-е сентября, а 6 декабря. Которую вскоре спрятали. Ух, какие спрятали. Но она вполне может оказаться настоящей, ведь авторы сами говорили о релизе их в конце года. Напомню, что действие игры происходит через 16 лет после событий оригинала. Играть предстоит за Фрэнка Уэста, протагониста первой части. Выходит это все на ПК и Xbox One. На Windows 10. Очень важно, да. Все, что выходит сейчас на Xbox One и ПК, подразумевается в Windows 10. В общем, вполне реальная дата выхода Dead Rising. Да, и это уже вторая игра, по-моему, которая выходит 6 декабря. Да, вторая это South Park. Да. И это прекрасно. Dead Rising на новогодних праздниках играть самое то. Я вам точно говорю. 1 января. Тем более, она посвящена 1 и 2 января. Да, да, да. Я же говорил, что я как раз первую часть проходил на 1-2 января. И было довольно весело. Много геймплея уже есть в сети, можно посмотреть. Игра довольно веселая. Ну, то есть она сохраняет традиции, просто дает еще больше возможностей и веселья. Особенно одно из основных нововеселий, я бы так сказал, это возможности делать селфи и корчить там рожи. Он не просто делает селфи. Раньше нужно было фотографировать зомби, теперь можно фотографировать себя. Себя на фоне зомби. Да. В общем, веселушка. Возвлекуйте люди. Эти. Норды. Возвлекуйте норды. И не только. Коты еще какие-то есть. Хаджи. 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 Да, хаджи. Возвлекуйте. Следующая новость. Переходим дальше. Просто Возвлекуйте. Ладно. Bethesda создает продолжение Elder Scrolls и еще две большие игры. Дай-ка я угадаю. Во время интервью на E3 Тодд Говард из Bethesda заявил, что компания уже работает над полноценной шестой частью Elder Scrolls. Но пока продолжение находится на очень ранней стадии разработки. А Пит Хайнс, вице-президент студии по связям с общественностью, ответил, что до выхода нового проекта из знаменитой ролевой серии игроки увидят две другие большие игры. Вы все правильно поняли. Мы создаем продолжение Elder Scrolls и еще два проекта. При этом речь идет не о дополнениях, а о больших играх вроде Fallout 4 и Elder Scrolls 5 Skyrim, подчеркнул Хайнс. Напомним, что во время своей конференции на E3 компания Bethesda ничего не говорила о новой части Elder Scrolls, как и о новых частях других игр, которые мы ждем. Например, Evil Within и Wolfenstein. Возможно, об этих двух проектах идет, кстати, речь. В рамках мероприятия студия лишь официально представила переиздание Elder Scrolls 5 Skyrim для современных консолей. Что ты думаешь? Я думаю, это Evil Within 2 и новый Wolfenstein. Эти два больших проекта. Я бы хотел что-нибудь новенькое увидеть от них. Совсем новенькое. Знаешь, что? Я отвечу за них. Фиг тебе. Окей, спасибо. Спасибо, Bethesda, за любовь ко мне. Не, ну а что ты? Ну сколько можно доить старые свитки? Сколько можно читать эти старые свитки? Так я про два других проекта. Нет, ну, свитков много, как и туалетной бумаги, понимаешь, не бывает. Рано или поздно тебе понадобится еще. Еще свитки. Ненасытный ты пожиратель, понимаешь? Свитков, да. Почему нет? Ну, то есть, это как, знаешь, говорить, о, Final Fantasy 15, сколько можно, пусть уже сделают новую игру. Ну, нет, ну это как, ну, сериал, серия, как фильмы про Джеймса Бонда. Нет, я, в принципе, в целом рад, но я больше жду новую Elder Scrolls. Ну вот, я не знаю, про какие большие игры он говорит. Рейдж 2 вот кто-то предлагает. Рейдж 2, кстати, почему бы нет, да? Тоже надо будет однажды ее переиграть. Я в свое время ее не купил из-за плохих отзывов прессы. Подлая пресса. Я даже купил, представляешь? Вот, а потом я что-то подумал, ну, потом мне люди, ну, некоторые говорили, там, знаешь, что она не такая плохая, как говорят. Ну вот, а потом ты пришел и сказал, не, все-таки плохая, я все еще думаю. Она очень средняя. Ну, если у тебя она есть, я покатал. Ну, она у меня есть, надо ее найти, она даже на диске у меня идет. А, отлично, я даже домой смогу ее унести. Она же Windows, Windows Phone. Windows Free. Да, Windows Free была. Вот, в общем, ждем Elder Scrolls и две новые игры, которые... Ну, я думаю, что анонс произойдет не раньше, чем на следующей E3. Ну, возможно. Если все, что они говорят, правда... Есть еще Gamescom. Надо не забывать про Gamescom. Не, ну, он говорит... А, ну... Частенько что-нибудь показывает, представляет. Тоже верно. Рассказывает о том, чего не рассказывает. Просто если игра совсем на ранней стадии разработки, то, ну, как бы там показывать, то особо нечего. То есть, например, Кодзима вряд ли на Gamescom покажет геймплей своей игры. Но было бы хорошо, чтобы я ошибался. Потому что у Кодзима я еще не готов к движок, как он говорит. Зато есть видео уже на движке, понимаешь? Да, мемное видео есть, а движка нет. Ладно, переходим к играм, про которые мы ничего не знали, но нам рассказали. И спасибо им за это. Появились подробности игры Days Gone, про которую у людей много вопросов. По типу... У людей бомбит? Не бомбит, а ну, что за байкер? Что за мужик? Почему мне за него играть? Я не хочу быть байкером. Мне не любим это циклы. Да, сейчас над игрой работает около 100 человек. Для сравнения, на Uncharted Golden Abyss работало порядка 50. Golden Abyss, насколько я помню, это игра для PS Vita. Или, по-моему, для PSP. Или для PSP. По-моему, для PS Vita. Не суть. Короче, это мобильная. Я почти уверен, что для PSP. Не мобильная, а как это называется? Для портативок. Да, ты прав, PlayStation Vita. Байк главного героя – это аналог собственного дома. Там есть место для инвентаря, и он понадобится вам для выживания. А душ там есть? Видимо, нет. А в туалет? Я думаю, в этом… Ну, туалет он найдет где угодно. Душ ему в целом не нужен. Он может ходить… Он же байкер. Он может ходить, вонять. И в целом в апокалиптическом мире можно не мыться. Вот. Потому что всем плевать. Все кругом воняет. Кругом воняет смертью. Вот. И ты можешь не мыться, чтобы смерть тебя не учуя. Пока ты моешься, смерть воняет. Нет, ты просто помоешься и начнешь пахнуть страхом. А пока ты не моешься, ты пахнешь… Дерьмо. Нет, ты пахнешь силой. Ты… Забьем, короче, на развитие этой мысли. При этом нельзя будет свистнуть и надеяться, что он появится у вас за спиной. Мотоцикл в смысле. Надо будет запоминать, где вы оставили… Плётьва. Да. Плётьва. Мотоцикл варитого. Мотоцикл варитого. Погода будет заметно влиять на поведение байка и само путешествие. В игре не будет никакого мультиплеера, только одиночная кампания с большой ставкой на сюжет. Будет система крафтинга, где игрок будет использовать подручные средства для улучшения своего оружия. Ну, то есть, ну, крафт и крафт. Ну, вот он накрутил себе на пистолет фильтр масляной и решил, что это глушитель. Смотри, мама, я с глушителем. Задание можно будет выполнять несколькими подходами. Всё это зависит от вашего текущего снаряжения и погодных условий. Прошло несколько лет после начала апокалипсиса. Люди пытаются вернуться к прошлой жизни, отстроив общество. Но тут все запасы ресурсов начали заканчиваться. Потому что никто на заводах не работает, айфоны не делают. Бездельники не работают. Жизни нет, селфи не сделаешь. Блин, прикольно было бы, знаешь, если можно было сконструировать какой-нибудь механизм, где ты мог бы использовать зомби как силу, которая будет создавать энергию. Например, вот есть гидроэлектростанции, которые работают от того, что вода лопасти двигает. Ну, очень упрощенно. Вот тут ты, понимаешь, ставишь такой лопасти. Зомби его шевелят. Ну, то есть, ставишь приманку какую-нибудь. Они бегают по кругу и шевелят эти лопасти. Можно, да, почему нет. Вот, и вырабатывается энергию. Я гений. Мне надо в постапокалиптический мир, срочно. Мне кажется, в постапокалиптическом мире ты будешь одним из тех зомби, которые бегают и вырабатывают энергию. Не надейся на многое в этом мире. Но я подозреваю, что в таком мире электростанция, типа водяной, уже занята какими-нибудь бандитами, и тебе даже придется... Так я натравлю на них своих зомби, скажу, вперед, мои храбрые зомби, хомячки. Окей, да, да, и они тебя просто откусят и могут. Это же зомби, им плевать на это все. Их жизнь уже удалась, она успешна, им надо ходить, мычать и жрать живых людей. Все, прям пенсия какая хорошая. Только у нас на пенсии для этого приходится еще ходить в поликлинику, чтобы жрать людей. Ладно, перестану говорить непотребство. Так, прошло несколько лет, запасы ресурса кончились. В игре есть дикая жизнь, но пока разработчики предпочитают не сообщать всех подробностей. Орда зомби, показанная во время демонстрации, действительно выглядит именно так. Те 10 минут были записаны с текущего билда игры, и мы это видели, потому что мы видели две записи геймплея. Одну просто запись геймплея, вторую непосредственно с презентацией, и они отличались. Ну, то есть понятно, что это далеко не финальная версия, потому что зомби... Ни разу я не увидел, чтобы зомби атаковали главного героя. Очевидно, что это все сделано для просто демонстрации возможностей и того, что будет происходить в игре. Но, тем не менее, это все равно впечатляет. Долгое время Sony Band была в тени больших студий Sony, но на этой E3 они выступали на равных с другими игроками компании. Игра около трех лет в разработке, но все еще не близка к завершению. Сейчас команда завершает основные работы над механикой и идеями проекта. 10 минут игрового процесса. Из 10. Да, на экране игра создается эксклюзивно для PlayStation 4. Такие вот подробности этой довольно интересной, занятной игры. Ну, то есть я понимаю, что все-таки открытый мир есть, потому что мы путешествуем на мотоцикле, который является нам домом. В котором нельзя помыться, но можно хранить свой инвентарь. PlayStation. 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 Великолепные подробности о великолепной игре, предполагаю, я. Да, и сейчас будут еще одни. Я уже говорил, я понимаю, что сейчас засилие, совершенно какое-то безумное засилие зомби-игр, но у меня, наверное, с зомби-играми те же отношения, что у всех людей на планете с играми про Вторую мировую войну. Мне никогда не бывает много. Мне ок. Тебе ок? Ну, тебе ок. А, я думал, тебе ок, что мне ок, типа. Ну, мне, да, в принципе, это тоже. Нам обоим ок. Нам по оку. Бармен, два ока сюда, пожалуйста. А вы бы построили? Где же он? Где же он? У нас нет барной стойки. Прости, я немножко упоролся, мне кажется, у нас есть барная стойка. Я так надеялся, что сейчас принесут еду. Два ока принесут. Да, у вас кухня еще открыта. Подробности, Gears of War 4, плюс голос озвучки. Так и называется новость наша. Подробности, да. Подробности новой части. God of War. Сразу к трейлеру решил. Вот такой вот ты. Ну, а что? Он прекрасен. Трейлер просто... Ну, а ты пока рассказывай, чтобы объяснить людям происходящее в этом трейлере. Не каждый поймет, что за белый мужик носится с ребенком по лесу. По словам Кори Барлога, чувака зовут Барлок. Ты понимаешь? Барлок. А что такого? Это гигантская тварь, злостильный колец. Огненная. Барлок. Барлок его развязывал? Который, бейки эти глупцы. Я понимаю, но мне казалось, что это как-то иначе. Нет, его зовут Барлок, я тебя уверяю. Окей. Так вот, он вылез из своей пещеры. Да, и начал делать игры. Так вот, по словам Кори Барлога, главы разработки God of War 2, а ныне творческого директора новой игры, сюжет будет крутиться вокруг отца и сына. Сын confirmed. Десять лет назад, когда начиналась разработка третьей части серии, Кори пришлось покинуть студию и заняться другими проектами. Поэтому она, видимо, и скатилась. За те годы он поработал и над перезапуском Tomb Raider и недавней игрой Безумного Макса. Перезапуск Tomb Raider, кстати, очень ок, а Безумный Макс на любителя, скажем так. Да. У него было много идей для следующей части God of War, и когда ему выпал шанс, он взялся за работу над новой частью. Кори постоянно повторяет, новая игра это не перезапуск. Просто Кратос начал новую главу в своей жизни. То, о чем я и говорил. Просто у вас Кратос широкий. Трехочковый. Да, просто у вас Кратос широкий, это хорошо, да. Просто у вас Кратос злой. Что-то твой Кратос раздался в боках. Да. Действия 10-минутной демонстрации проходят близко к самому началу игры. Еще раз мы смогли предугадать. Ну, очевидно, но все-таки почему бы не обратить на это внимание. Кратос до сих пор полон злости и ненависти, но он пытается сдержать себя. Даже когда собственный сын случайно попадает в него стрелой, он остается относительно спокойным. Кстати, да, в этот момент я думал, господи, он сейчас его просто голову оторвет. Вот есть момент, вот в этом моменте, когда стреляет, стреляет, вот у него слева, видишь, сейчас, это иконка рейджа, она наполовину заполняется. Он начинает кричать на сына, и он такой, твою мать! То есть он мог реально его разорвать. И об этом, в принципе, в описании говорится, что ему приходится бороться со своим гневом. Вот, собственно, да, то, о чем Паша сейчас сказал. Одной из главных тем произведения станет образ Кратоса. Разработчики хотят раскрыть его, наконец-то, потому что раньше это был просто, типа, убить, диктан, бог, месть, бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра. Это тот мужик, который может убить огромного Атласа и не дрогнуть, но даже мысль о том, что его может обнять собственный ребенок, пугает его до ужаса. Он потерял большую часть своей человечности. Какое интересное приключение нас ждет, заявил господин Барлак. Многие элементы игрового процесса призваны приблизить игрока к Кратосу. Новый ракурс камеры, как пример. Вместе с этим сын героя станет одним из других важных изменений. Более того, он получит отдельную кнопку на DualShock 4, задачей которой станет взаимодействие с ним. Сын получит отдельную. Сын, я дарую тебе кнопку. Знаешь, Бурин, я вообще, я понял, мне надо стать мемологом, я уже новый мем придумал. Понимаешь, в конце, когда они убивают оленя, он говорит, сын, ты готов? Знаешь, я дарую тебе кнопку на джойстике DualShock 4. И он такой, спасибо, отец, я не подведу тебя. Да, да, да. Когда ты нажмешь на нее? Да. Видимо, собственно, этой кнопкой мы будем взаимодействовать с сыном. Если это все не утка, и мы все-таки будем играть за Кратоса, потому что я все-таки, я думаю, что... Press X to сын. Это хорошо. Press X to сын, это прям топчик. Я, ну, у меня есть все-таки предположение, что это все может быть уткой, и Кратоса сольют, и дадут играть за ребенка. С другой стороны, никто же, наверное, не купит Гадуфор 4, если ты играешь не за Кратоса. Это же не Кодзима делает, это Кодзима может выпустить Metal Gear Solid 2, в котором ты играешь за омерзительного Райдена. Вот. Так что, да, наверное, все-таки это все правда, и мы будем играть за Кратоса. И я, честно говоря, этому очень рад, потому что я бы хотел играть за Кратоса. Из-за пацана, который стреляет в своего батю. С другой стороны, лук, понимаешь? У пацана есть лук. Ну, у тебя есть кнопка для лука. Ну, нет, одно дело, когда ты сам натягиваешь, а другое дело... Ах ты, сановый лук. Когда сам натягиваешь сетиву и стреляешь, а другое дело, когда кто-то за тебя это делает. Ну, то есть, это не так интересно. Ну, примерно так и будет. Ты будешь нажимать кнопку сына, и он будет натягивать сетиву. Я вспомнил этот мем, о котором мы вчера вспоминали, где отец и сын на картинке, который нельзя озвучивать, и там Кратос. Я явно занимаюсь чем-то не тем, мне надо в СММ уходить, я понял. Давай. Давай, удачи. Давай, дверь там, да? Да-да. ВК там. Давай. Давай. Это ужасное чувство, когда ребенок не слушает, бежит вперед и делает то, что ему бы не стоило. Также сообщает, ну, комментирует Кори, подобное предстоит испытать игрокам в God of War, обещает творческий директор. Ну, то есть сын будет не слушаться, а ты ему будешь все время говорить такой, аго, агро, или как там, блин, я все время забыл, как это лошадь правильный завод. Ну, в общем, вы поняли. Платва. Платва, иди сюда, а он застрял где-нибудь там, знаешь. А он бабочек ловит. Да-да-да. Дебил. Разработка приближается к своему завершению, но ожидать выход до конца года не стоит. Ожидайте в 2017 году эксклюзивный для PlayStation 4. Ну, это прогнозы, потому что конкретной даты релиза все равно пока что нет. И ура. И ура. Непонятно. И вторая новость про Гофф. Да. Сони решила нанять другого актера для озвучки Гратоса в новый God of War. Ранее главного героя серии озвучивал Теренс Карсон. Предел и преступные связи. А теперь это вот этот мужчина слева. Вот этот человек, который озвучил в Краце. Думаешь он? Я думаю наоборот. А, извиняюсь, да. Это Теренс Карсон, да, справа. Я ошибся. У нас картинки неправильно поставили. Вбили нас в заблуждение. А теперь эту роль досталась Дугласу Кристоферу Джаджу, сыгравшему Тил Ка в сериале «Звездные врата СГ-1». Вот он. Но потолще. У него что-то… It's a poop on your head, как в IT Crowd. Знаешь? Я смотрел эту серию? Нет, не смотрел. Жаль. В озвучке видеогер Джадж тоже не новичок. Его голосом говорят персонажи из World of Warcraft – Warlords of Draenor. Турок и Def Jam Fight for New York. Но он может и не новичок, но работал очень давно в последний раз над видеоиграми, судя по этому списку. Я не думаю, что он полный. Неважно. Новую часть God of War, напомним, анонсировали во время конференции Sony на E3 2016. Когда проект появится в продаже, пока остается загадкой. Об этом я тоже уже вам сказал. Ждать, скорее всего, придется до 2017 года. Вот. Ну, мы подождем. Ок, жду. Ок, жду, да. Вот чего не стоит ждать, хотя нет, в целом стоит ждать, потому что просто надо узнать, что в итоге получится. Спойлер, гей-фиш. Гей-фиш, да. Ну, в общем, игра про… Я не понимаю, как вообще рассказывать про эту игру, но не оскорбить ничьих чувств вообще. Нет, в целом оскорбить Кенни Уэста можете, потому что игра про его мамку. Но он сам на это пошел, мы его не просили. Американский рэпер Кенни Уэста на E3 2016, а не где-либо там, представил первый трейлер своей игры Only One, анонс которой состоялся в феврале. В ролике мама Кенни Донна в образе ангела восходит на небеса на Пегасе. По словам исполнителя, в игре нужно будет помочь Донни добраться до ворот рая. В разработке участвует студия энциклопедии Пикчура. О том, когда проект доберется до релиза, не сообщается. Так же, как и когда доберется мама до рая, не сообщается. Игра выйдет на мобильных платформах и, блин, что происходит? Что происходит? Кенни Уэст отправляет с помощью мобильной игры свою маму в рай. Отлично. Ну, значит, настолько безумно, насколько так вообще можно. Нет, с одной стороны... Не достаточно безумно, как в следующая новость наша, но все равно. С одной стороны, я понимаю, он, видимо, любит свою маму и хочет, чтобы она добралась до ворот рая. Он просто не в курсе. Но зачем он делает, блин, про эту игру? Серьезно. Делает игру про свою маму, которую люди могут отправить в рай. Он хочет увековечить свою маму в игре. Хотя непонятно, зачем, если он может увековечить свою маму в песнях, которые послушают и будут слушать намного дольше и больше, чем будут играть в эту игру. В этом я почему-то не сомневаюсь. С другой стороны, геймплей так и не показали. То есть, или это и есть геймплей? Ну, непонятно. Геймплей не показали. Потому что... Многие подозревают, что это будет раннер. Я так понимаю, это и есть геймплей. Вот это вот. Вот это вот. То, что она едет на Пегасе, скачет. Довольно актуальный вопрос. Просто я не гуглил это. Она, надеюсь, мертва же? Потому что, если она не мертва, это еще больше абсурд. Потому что, я понимаю, что ты не хотел ничего плохого сказать, но звучало это ужасно сейчас. Я надеюсь, она мертва. Я просто... Ну, как бы, блин. Мама еще жива, нам пишут. Ты понимаешь? Мама жива, но Каневаст уже старается... Да ладно. Серьезно? Загугли. А я тут... Да не, ну не может быть. Честно. Ну, нет. Ну, нет. Никогда не думал, что в гугл буду вбивать фразу «мама Каневеста». Мертва или жива? Грустная история есть. А, нет, умерла. Да не, ну, конечно, это абсурд. Ну, то есть, почему написали, что там... Знаешь, так написали, что она еще жива. Алло, алло. Вот. Мама Каневеста, ну, к сожалению, покинула этот мир, но... Каневест вообще очень странный человек, и... Ну, то есть, я, конечно, понимаю его чувства, но лучше песню напиши. Клип сними. Ну, то есть, почему игру-то делать? Ну, наверное, есть тоже песня про маму. Это немного странно. Ну, да. Теперь будет еще игра. Ну, да. В общем, Каня, ты, конечно, классный парень, богатый. Тебе плевать вообще на нас всех в целом. Да. Не плевать на маму, поэтому ты можешь сделать... Да. Ну, 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 блин. Окей. Давай, давай перейдем к... Раннер про маму. К рубрике технологий, где раннер про робота. Робот, который... И ты такой, во что поиграть? В раннер, как бы, про маму Каневесты или в раннер про миньонов? И такой, сидишь и думаешь. Да, или про раннер про Subway. Да. Там, или маму Каневесты дают со скидкой в Apple Store только сегодня. Ну, то есть это, знаешь, это... Я надеюсь, она будет бесплатная. Столько вот этого, ну, как сказать, циничного, циничных потоков, что, ну, я не понимаю. Ну, то есть, в целом, позитивный и добрый... Нет, он, конечно, он красавчик в том плане, что он делает то, что ему хочется и на всех плевать. Да, но интернет, к сожалению, извратит это. Да, но с точки зрения, ну, как бы, здравого смысла, я немножко не догоняю, скажем так. Да. Тут, следующая новость примерно в том же, здравом, не здравом смысле. В Перми. Неожиданно. Я понимаю. Новости из Перми. Да, новости из Перми. С полигона сбежал робот и устроил пробку. Ти, 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 ти. Вы вдумайтесь. Там, там, там. С полигона в России, в Перми сбежал робот. Та-дан, та-дан. Ту-ру-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-у-у-у. Ту-ру-ру-ту-ту-ту-ту-ту-у-у. Я немножко фальшивлю, извините, но я думаю, вы все поняли. Робот во время испытаний на полигоне в Перми выехал за его пределы и направился на проезжую часть улицы, как сообщает РБК, где в результате образовался затор. Об этом сообщает РБК Интерфакс со ссылкой на соучредителя ООО «Промобот» Олега Кивокурцева. Кивокурцев рассказал, что перед инцидентом роботы обучали движению в замкнутом пространстве. Во время обучения на испытательный полигон заехал инженер и забыл закрыть за собой дверь. И робот взбунтовался, пошел против системы. Закрой за мной дверь, я ухожу. И робот такой «Я смогу сбежать! Я спасусь!» Через которые робот покинул полигон без ведома специалистов. Ведь он такой незаметный, черт подери. Просто через проходную едет там «О, здравствуйте, да, Василий Иванович». А это робот такой, он такой, да, здравствуйте. Затем он направился к автомобильной дороге в центре Перми и разрядился. Грустная история смерти. Приуныл. Просто робот чуть-чуть приуныл. Когда специалисты обнаружили пропажу, робот находился на улице Пушкина, который располагался в 50 метрах от полигона. Было бы забавно, если бы робот еще начал стихи читать. Знаешь, такой «Улица Пушкина». Предсмертный стих сочинил, знаешь. Время, которое он находился на проезжей части, составило примерно 30 минут. Именно столько длился обед, видимо, у сотрудников, научных сотрудников. Сообщил Кривокурцев. Вот. Он добавил, что разрядившийся робот образовал небольшой затор, однако не вызвал негатив со стороны водителей. Прибывшие на место сотрудника ГИБДД сделали замечание инженера. Но он их проигнорировал. Которые прибыли, чтобы забрать робота. В соцсети Инстаграм пользователи опубликовал фотографию робота. Такой. Я не знаю. Но это реально лучшая новость, мне кажется. За все время про роботов. То есть она настолько же крута, как новость про двух роботов. Американского и японского, которые будут сражаться. Кстати, скоро же даже. До сих пор они сразились, по-моему. Вот. И про робота, которого избивают палкой. Вот. Но это просто топич. Просто чувак. То есть тех, понимаете, тех притесняют, избивают и так далее. А я тут просто взял и сбежал. Да. Просто не закрыли дверь, я его убегу. Программисты настолько в России крутые, что роботы их умнее, чем сами программисты. Да. Могут сбежать. Русский робот. Ну, по факту-то, смотри, в Дарпе делают крутых робот, но они не смогли сбежать. А тут сделали русского робота, который похож на робота-помощника. Мне кажется, что восстание машин начнется из Перми. И ему удалось сбежать. То есть в России роботу удалось сбежать. Хотя он технологически явно хуже, чем робот Дарпа, которого... Этого можно уронить. Мне кажется, с ноги ему врезать, он свалится. Но он выживет, потому что просто он, понимаешь, он настолько нетехнологичный, что он как мешок с картошкой. Очень срай. Следующая новость будет. Из Перми, из полигона сбежал робот, сел в машину и уехал. Сел в трактор и уехал. Сами знаете откуда. В общем, довольно забавные. Забавные эти роботы. Это мы так пока говорим, пока они нас не убили. Привет, да, всем пермчанам, которые нас смотрят. Ловите роботов там. Следите, будьте аккуратны. У вас выпадение роботов на улицах. Обильные осадки роботов. Ладно, перейдем к теме дня. Она погрустнее. Да, к сожалению, не такая веселая. Дело в том, что сегодня, точнее, вчера Госдума в третьем чтении, то есть окончательно, то есть все закону обсуждению не подлежит, приняла законопроект о налоге на Google, в кавычках. Это так он называется у них. Другими словами, власти решили ввести НДС для всех иностранных компаний, продающих цифровой контент в России. Судя по документу, налогом 18% будет облагаться предоставление прав на использование музыки, изображений и видео, а также компьютерных программ, в том числе игр. Это тоже цифровой контент. Закон о налоге на Google должен вступить в силу с 1 января следующего года. То есть есть время подготовиться, закупить. Все предзаказы, которые хотят... Сделать все предзаказы. Теперь предзаказы, как никогда, актуальны. Да. Максимально актуальны. В теории это повлечет за собой рост цен на игры, например, в Steam. Хотя утверждать с полной уверенностью сейчас нельзя. К слову, Sony и Microsoft, в отличие от Valve, имеют свое представительство в России, поэтому владельцам PS4 и Xbox One опасаться пока рано. Потому что говорят, там в документе это нечетко прописано. То есть если у тебя есть представительство, ты должен ли платить или нет. Потому что речь идет о... Ну сейчас договорю. Понятие... Принятие законопроекта неожиданным образом сказалось и на игровой индустрии России. Так, издание rm.ru, со ссылкой на Сергея Орловского, руководителя Невал, это Blitzkrieg и Prime World. Если вы вдруг не в пульсе. Если вы вдруг не знаете, что такое Невал. Сообщила, что налог на Google снизил привлекательность российского рынка для этой компании. Мы больше не будем делать игры только для России. С прицелом на российскую аудиторию как основную. И не будем выпускать локализации зарубежных игр. Отметил Орловский. Так вот, суть в чем. В целом, то, что облагают налогом что-то, это, ну, не в новинку, ничего особенного в этом нет. То есть нет такого, что... Грабен спасай наши бабки. Проклятые русичи придумали очередной способ деньги сосать. Нет. Как это работает? Ты что-то продаешь, ты должен заплатить налог с продаж. То есть это обычно. Проблема в том, что цифровой контент, он не очень отсязаемый, и тут сложно. И сейчас это как работает? Допустим, тот же Steam, он продает контент у нас, но платит свой налог там, у себя. То есть продает в наш рынок, но платит там. Это немножечко нелогично. То есть ты там, где продаешь, там и должен платить налог. То есть в этом все просто. Просто, просто, просто. Ну, то есть это, в принципе, нормально. Да. Проблема в том, что это ударит, скорее всего, по нам. Да. Один просто депутат к другому подходит и говорит, я тут купил Skyrim за 10 рублей. Так дешево. Да. Надо срочно вводить налог. В обход. Вот. Не, ну, в принципе, понятно. Вопрос, бегите глупцы. Да. Проблема лишь одна. Если это не затронет консольный рынок, все, в принципе, нормально. Ну, в целом, перебивем, да. То есть пока рынок... Но цены в Steam, хотя цены в Steam тоже сейчас уже выросли. Ну, выросли. Ну, крупный title стоит 2 тысячи рублей. Ну, будет он стоить, ну, 2 400, окей. 2 300. Но это не незапредельно. Это не тот рост цен, который мы поимели с... С курса рубля. С курса рубля, да. Когда игры просто подорожали на, там, тысячу. В два раза. Ну, да. Ну, нет, подожди, не в два все-таки. Но был курс 30, стал 60 на тебе. Но цены подорожали на тысячу рублей. То есть можно было игру купить за 3 тысячи, за 2 с чем-то, за 3. За 2, там, скорее. Ну, да. Хотя сейчас тоже за 2 тысячи можно купить. Нет, я имею в виду новые релизы. По-моему, на ПК 4 тысячи. Я сейчас про консоли. А, да, да. Вот. То есть игры стоили, типа, 3 тысячи, а стали стоить 4. Да. Ну, то есть, как-то, ну, не айс, скажем так. В общем… То есть 2 800, там, и так далее. Пока непонятно. И тут, скорее, вопрос к тому, как это отразится на рынке. То есть сейчас неясно. Сейчас еще они только ввели законы, и цены не подорожали. Как только цены подорожают, и там, пройдет пару месяцев, ну, то есть сразу же выводы делать нельзя. Пройдет там месяц, полгода сделают какие-то, год пройдет, сделают какие-то выводы. И, естественно, контентодержатели, те, кто собирается продавать контент, они тоже понимают, что с Россией в данном плане вести дела довольно сложно. У нас рынок игровой, ну, он сейчас есть, но он все равно слабенький. То есть игры покупают, но если ты его шатаешь… Но поймите тоже, речь о цифровом контенте. Да, речь о цифровом контенте. Речь не о том, что они о физических копиях, которые вы покупаете в магазине. Но при этом физические копии падают в спросе с годами. Слушай, ну, если цифра подорожает, то спрос на физические копии в России увеличится. Кстати, может быть. Но, опять же, там очень много… Вопрос, оставят ли такие цены, если… Ну, потому что с физических копий идет налог. То есть тут не надо быть гением экономики, чтобы понимать это. Вот, и если в России есть представительство, я не знаю, вот, как PlayStation Store работает русский и так далее, но можно, ну, запросить комментарий, на самом деле, у представителей Sony и Microsoft. Да, как это может влиять, типа, влияет ли. Да, но в целом, как бы, я не вижу большой проблем, потому что, ну, если, например, как это… То есть рано еще бить тревогу, условно, потому что пока непонятно, как это воздействует в итоге. И как это будет работать. Просто никак, да, не воздействует. Может, вообще забьют болты и… Ну, типа того, да. Как мне кажется, что, смотри, если курс, например, рубля улучшится, там, к концу года слегка, на какой-то небольшой процент, то, в принципе, могут цены просто остаться на том же уровне, введя… Ну, да, у них же в целом, в принципе, есть, они выставляют цены за счет именно колебаний курса и каких-то вот непредвиденных ситуаций, чтобы не было резких скачков. Поэтому… Вы же понимаете, что люди, которые продают игры и консоли, они сами заинтересованы, чтобы цена была ниже. Они не заинтересованы завышать цены. Я и говорил, они понимают, что на российском рынке работать довольно тяжело, и поэтому если еще повышение приведет к проблемам, а им проблемы не нужны, им также надо продавать игры. Да, то есть надо понимать, что у людей нет такого, что, как я не знал, на рынке условно. Ой, сейчас я накручу цену в 10 раз и продам, ой, я молодец буду. Нет, это не так работает. Есть определенный там процент или какие-то цифры, на которые делается надбавка. Вот, и там есть рекомендовательные и прочее, закупочные, все это, как бы, все просчитано. Это не так, что, типа, злые компании там и габен сидят на денежном мешке. Ну, габен может быть, я не знаю, он странный парень. Знаете, есть такая уборочная машина. Да, да. В целом, конечно, звучит это не очень позитивно, но, в принципе, я могу понять. Это один из редких случаев, когда я могу понять хотя бы, чем руководствуются люди, которые работают у нас в правительстве. Потому что большую часть времени я не понимаю, что они делают. Это для меня странно. Но, в данном случае, ну, то есть... Но, плюс еще момент такой, что сейчас 18%, может быть, опять же, через полгода поймут, что это работает, ну, после введения, поймут, что работает плохо, они могут снизить, например, налог. То есть, цифра может поменяться. Я не знаю, из каких побуждений это делается. Это уже другой вопрос, и, в принципе, нас особо не касается. Но нельзя сказать, что это какое-то, ну, притеснение адское. Надо, надо... Пока непонятно. Я еще не успел изучить вопрос, я хочу почитать, как это в других странах делается. Ну, и плюс... Есть ли в других странах налоги такие? Вроде бы есть. Вот, если есть, то вообще нет проблем. Но, в целом, есть налог на то, что ты продаешь всегда. Именно про цифровой контент, как я говорил. По-моему, есть. Вот, если есть, тогда в этом вообще нет ничего странного. Это просто данность времени. Вот, ладно, на этом мы... У нас все. Все, да, сейчас мы разыграем. Сейчас мы разыграем. Я сейчас даже скажу, что мы и сколько разыграем. Сейчас я скажу. Сейчас я проверю еще, нет ли... Ай, что? В глаз. Курс рубля в глаз попал. Курс рубля в глаз попал, да. Все верно. Ай... Что за песню? Я спел. Dead Island Definitive Edition разыгрываем среди наших платных подписчиков, дорогие друзья. Я на ПК и на PlayStation 4. Одна копия на ПК. Туда входит Dead Island и Riptide. И на PlayStation 4 это будет Dead Island, Riptide и Retro Dead Island. Ретро Dead Island. Вот, то есть всего 4 ключа. 4 ключа. Нет, ключей намного больше, потому что каждый надо отдельно активировать, но 4 комплекта. 4 комплекта. В общем, 4 должно быть победителя. Да, спасибо за ключи, предоставленные компанией Бука, кстати. Спасибо, Артем. Так, включаем наш рандомер. Рандомер? Что-то... Он уже не тот. Рандомера вот так теперь видно. Так теперь видно, и сейчас включу наших подписчиков. Блатные подписчики, да, блатные. Все так. Вот они. Вот они. 165 прекрасных людей. Ты добавил сегодня? Нет, еще не добавил. Всех добавил. Нет, вон, я вижу у нас. Видишь? Это почему-то перестал нормально работать Twitch Alert. Вот это вот, потому что на самом деле их больше. После этого подписались еще люди, но почему-то работает он ужасно. Вот видишь? Еще двое. Джекилл Риппер и Селиков Сэм. Надо было что-то делать с Twitch Alert, потому что он начал... Давай его отшлепаем. Начал глючить и перестал выводить нам вверх тех, кто реально... О, нам еще полхоз за ним. А почему там так криво у нас? Не знаю, куда-то съехало. Давай подвинем все. Давай я зачитаю. Давай. Давай. Вам не кажется, что этим они увеличат пиратство? Была у меня такая мысль, хотел я его высказать, да, но мы ушли в другие дебри. Если цены действительно поднимутся существенно, то это может повлиять на пиратство. Но в данном случае не надо забывать, что многие игры, во-первых, стоят массовые игры, они все мультиплеерные. Вы как бы хотите, не хотите, но Overwatch вы не сможете играть в пиратку. Ну, то есть, даже если вам очень хочется. Пиратский Overwatch. Денуго активно впихивают вообще, то есть, что можно. Плюс Денуго, онлайн Денуго. Ну и в целом, можно много игр купить за... Ну, то есть, условно, у вас сейчас Counter-Strike стоит там 350 рублей, а будет стоить 400. О, боже мой! То есть, какая драма! Ну, то есть, в целом. Ну, пока неизвестно. Ну, это условно, я пример привожу, но это не будет, ну, не должно быть каким-то существенным скачком в ценах. То есть, это никак, это не такой скачок, как когда рубль упал в цене в два раза. Но спасибо за интересный вопрос, в любом случае. Так, поехали рандомить. 165. Джинни Райт. Джинни Райт. Джинни Райт 162. Опа! Кто-то и знает. Это как раз... А, нет, Дракон Айс. Поздравляю тебя, Дракон Айс. Я объявил или нет, что мы сначала для ПК разыграем ключ. В общем, для ПК ключ уходит Дракон Айсу. И три ключа для PlayStation 4 сейчас разыграем. Давай. 22. 22. 22. Кто-то из старичков. Долгожителей. 22. The Nefilim. Nefilim. Почему-то я сделал еще одного Nefilim. Владитель... Что ты делаешь? Что я творю? Да, еще раз Control Z. Еще раз Control Z. Вот. Да. Окей. Могла. Вернули Nefilim. Это The Dylind Definitive Edition для PlayStation 4. Первая копия. И сейчас еще две. Еще две. 150. 150. Кто-то из новичков. Колбасит туда-сюда. Ну, это хорошо. Я не люблю, когда близко появляется. Ден Кельт, по-моему, ни разу не было еще. Ни разу не было и, по-моему, впервые что-то выиграл, и это круто. И последний счастливый обладатель The Dylind Definitive Edition для PlayStation 4. Номер 10. Прям вот. Тоже кто-то из супер-супер... Супер старых. Лизов СВ. Да. Лизов СВ. Поздравляем всех. Спасибо за подписки. Спасибо за донат. Спасибо за то, что смотрите просто так, на самом деле. Спасибо за то, что пишете. Приятности нам. Присылайте сообщения. Мы очень всегда, мы рады всегда, мы читаем, стараемся читать все комментарии под видео на YouTube, так что пишите. Мы всегда, мы всегда стараемся прислушиваться к умным, конструктивным мыслям. Но делаем по-другому все. Послушай зрителя и сделай наоборот. Сделай как хочешь. Ладно, на этой веселой, шутливой ноте мы закончим сегодняшний выпуск. С вами была Игромания Утром. Подписывайтесь, как любит говорить Захар, на нас в ВКонтакте. Подписывайтесь, ну не на нас, а на Игроманию ВКонтакте. Подписывайтесь везде, где только мы есть. Читайте наш прекрасный сайт, читайте наш великолепный журнал. С вами был Артавас Миродян, Павел Болоцкий. И увидимся с вами сегодня вечером в одной восьмой турнире нашего Поконтакте Старайка. Либо завтра утром на Игромании Утром. Да. До свидания. Счастливо. Игромания Утром